Школа номер два, одно из старейших учреждений образования Мозыря, вскоре будет отмечать свое 55-летие. А по внешнему виду не скажешь. К началу нового учебного года школа преобразилась не только внешне, но и омолодилась изнутри. В классах и в коридорах провели косметические ремонты, заменили часть окон на современные СПВХ, повесили радужные жалюзи, глобальные ремонты провели в санузлах. В общем, школа при полном параде готова встречать своих учеников. На все эти позитивные преобразования ушло 20 тысяч белорусских рублей. Часть средств были выделены из бюджета, часть заработали самостоятельно благодаря внеклассной работе. Материально поддержали и шефствующее предприятие. Большой вклад также внесли родители. В микрорайоне Железнодорожный живут и работают удивительные люди. Добрые, чистые, честные, открытые. Я говорю о наших родителях. Это люди, которые всегда готовы идти навстречу, подать руку помощи, подставить плечо. Именно, наверное, по этой причине у нас так здорово функционирует попечительский совет. И за этой помощью родительской я вижу их заботу, их любовь, желание и стремление сделать условия пребывания детей в школе комфортными и безопасными. Администрация школы и родители. Такой тандем приносит свои плоды. Два года назад во второй школе был создан попечительский совет. В него входят представители от каждого класса. Родительская инициатива только приветствуется. Это такой союз, такое сотрудничество, оно разностороннее. Инициативы идут как от администрации, так и от нас, родителей. Всегда навстречу администрация идет. Буквально по любым причинам. Находят время, находят место и постраиваются под нас, родители. Потому что мы работаем, не всегда у всех получается. Поэтому вот и собрание, как вы видите, назначается 6 вечера, когда мы уже освободились. Поэтому большое спасибо за то, что принимают наше мнение. Питание, ремонт и организация внутришкольных мероприятий. Мама и папа участвуют в решении практически всех вопросов. Причем не только глобальных. К примеру, благодаря неравнодушным родителям, дети из семей с низким уровнем доходов получили подарки к Новому году.